Любовь к чтению и русскому слову у Зубовых передавалась по наследству от отца к сыну. В семье трепетно хранилась обширная библиотека, часть экземпляров которой представлена на выставке. Надо сказать о дедушке Евгения Зубова, потому что с него началась большая коллекция книг. Сам дед Яков Николаевич Зубов научился за один рубль читать у местного дьякона. И вот с этого момента началась его страсть к чтению, и он начал собирать библиотеку. Увлеченных читателей, ценителей раритетных изданий наверняка заинтересует Акафист, предположительно 1913 года издания. Но возможно, что книга выпущена в конце 19 века, потому как написана на старославянском языке. Это лишь малая часть семейной коллекции, которая насчитывает более тысячи экземпляров. Я надеюсь, что у нас будет реконструкция в библиотеке, и мы выделим место, будет постоянная экспозиция. Это будет такой мини-музей, посвященный творчеству Евгения Петровича Зубова. Раритетные книги, личные вещи, дневники и письма. Каждый экспонат выставки передает уникальную атмосферу семьи, в которой вырос талантливый поэт Евгений Зубов. Его творчество любят не только представители старшего поколения, но и с удовольствием читают юные ценители прекрасного. Четыре номера коронных зовутся временами года. Я твой пожизненный поклонник, великий фокусник природы. На праздничном вечере, посвященном юбилею Евгения Зубова, присутствовали близкие и друзья поэта. Представители литературного объединения имени Шкулева поделились своими воспоминаниями о жизни и творчестве друга, прочитали стихотворение талантливого земляка. Радостная душа, что это продолжение идет, и его вспоминают, и вспоминают не один раз в год, а вот и в день рождения устраивают мероприятия, и день памяти на могиле поэта, это каждый год, и Зубовские чтения. Во всех библиотеках Ленинского городского округа запланировано немало торжеств, посвященных юбилейной дате, а финал традиционного фестиваля конкурса «Зубовские чтения» предположительно состоится 20 апреля. Галина Житкова, Сергей Ларин, Емена Кошелева, Видное ТВ.